первые кто хайпанул на одном хите очень странная фраза чего не хватает современным автором когда нам тут задумываться создавать музыку которая нравится в первую очередь себе дух дышит там где хочет что в них было такого когда с тобой это происходит и иго становится благом и бремя легко как конкретно я могу послужить богу именно ты нет это у каждого человека хотя у меня тоже возникает конечно такой вопрос это вечные какие-то вещи а сама прощаешь ты легко не прощать нет для тебя самое безопасное место на земле здесь также как и самое опасное всем здравствуйте эта программа крупным планом меня зовут энесса буланкова и каждую неделю мы с вами по-новому открываем ту или иную звезду сегодня у нас в гостях вокалистка рок-группы маша и медведи певица поэт и композитор мария макарова маша здравствуйте и спасибо за то что вы к нам пришли как это говорится доброго времени суток очень странная фраза иногда и приходится произносить маш группа маша и медведи об этом я не могу не спросить она в свое время была первой на волне русского рока с женским вокалом 1 в чем первый кто хайпанул на одном хите как сегодня принято говорить да я не уверена что у современных хитов может быть такая же длинная история успеха да как у песен из 90-х что в них было такого в чем был этот секрет чего не хватает современным авторам и музыки в целом как ты считаешь духа всем не хватает духа святаго духа потому что мне кажется что чем больше мы уходим в цифру что называется да тем мы мельчаем именно самым важным и невидимым том что у нас есть от бога там где нет никаких ноликов никаких цифр и каких печатных машинок сетей так далее но как говорится в течение нашей мирской жизни мы совершенно забываем об этом ведь нам же некогда об этом думать правда у нас только дел нам надо ответить на все сообщения в директе нам нужно выложить фотографии проконтролировать лайки сходите нарастить ресницы волосы покрасить ногти отрихтовать я уже не говорю о шопинге про мужчин я меньше гораздо знаю но они в основном последнее время по моему обслуживают женщин не уступают кстати да и когда нам тут задумываться а для тебя как для музыканта важнее создавать музыку которая нравится в первую очередь себе или которая как раз таки отзовется в сердцах очень многих людей очень многих людей много и зачастую очень много людей сидят в каких-то совершенно недоступных мне кремлевских дворцах где играют совершенно недоступные моему пониманию музыки и когда ты видишь всех этих людей вместе и их заинтересованные лица и это задаешься вопросом а что они там все делают я как-то задала этот вопрос своей маме и она мне очень интересно ответила она горит машенька ты знаешь они там все понимают друг друга вот но так как счастье это когда тебя понимают то я искренне рада что люди счастливы и чего еще можно пожелать любви и счастья журналисты очень любят говорить на тему перерыва в работе вашей группы буквально в каждом интервью наверное которое я просмотрела тебе я слышала этот вопрос вот что было в двухтысячных в момент твоего уединения да и поисков внутренних каких-то ответов мне интересно вот что уже с высоты сегодняшнего дня к тому периоду ты относишься больше с сожалением или с благодарностью относиться с сожалением изначально неправильный неправильная постановка потому что жалеть себя это абсолютно неверный подход можно очень много и страдить в пустую силы времени лучше принять наверное какие-то решения в связи с со сделанными выводами и немножко может быть как-то изменить вектор своего пути только так можно выйти из каких-то состояния не мешающих достигнуть гармонии своей жизни как бы ни было тяжело но если ты находишься в гармонии то любая как и иго становится благом и бремя легко слава богу что есть музыка где мы находим свое успокоение мы находим там наиболее близкий контакт с самим собой с раем можно сказать так наверное мы приближаемся очень близко к земле обетованной к царствию небесному да которая внутри нас и в момент хорошего концерта его можно практически оказаться там на какое-то время бывает и в быта в быту это происходит все это длится какое-то время потом уходит но главное что вкус остается и запах и чувство этого волшебства и этой реальности которая вроде бы и здесь и сейчас и вроде бы мы не можем ее уловить это и вечность это и мгновение это то что невозможно описать словами то о чем мы все пишем и веками не можем найти и в то же время находимся в нем у каждого свой возраст свой период да когда человек реально ощущает присутствие божьего духа когда у тебя это произошло это происходит это происходит и это уходит дух дышит там где хочет приходит и уходит и не знаешь откуда он приходит и куда уходит но ты уже подвешены понимаешь когда с тобой это происходит ты одной ногой подвешен ты на земле уже не двумя ногами стоишь ты висишь ты не там и не там и не здесь ты покоя не можешь найти тебе тебя не может удовлетворить чисто материальная жизнь какие-то ценности сиюминутные ты все время ищешь этот проход но ты не там ты не можешь его найти там вообще никакой точки опоры тут только и тут приходит что это вообще что это такое вера это даже не знание знание это вот ты знаешь это обладая хоть немножко философским мышлением ты понимаешь что ты ничего не знаешь и все любое утверждение на любое утверждение можно ответить также как источностью да наоборот но когда вера наверное она начинает чувствоваться когда начинает жить начинает рождается и растет когда человек оказывается совершенно безысходном каком-то состоянии и ему кажется что все потеряно что он настолько ничтожен он ничего не может сделать и как только он абсолютно вот обращается в ничто с ним происходит какое-то чудо и вот он господи помоги вот взывает к богу когда ему больше не к кому вообще обратиться и с ним происходит чудо чувствует невероятную падеж когда перед ним вдруг раскрывается раскрывается заново мир он идет по той же самой улице и видит что опять деревья стали зелеными опять дождь стал пахнуть летним дождем боже мой асфальт все живое как в детстве я живу начинает чувствовать какой-то невероятно что это что это кто-то это называет благодатью но вы знаете слова настолько замусолились у нас что очень не хочется да вот апеллировать какими-то четкими понятиями потому что это и вдруг человек кто-то боится этого и нет 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 и я как бы пойду за колбасой а кто-то раскрывается этому чуду идет навстречу и он понимает начинают понимать что такое ищите в первую очередь царствие небесного остальное приложится вам они наоборот как мы сейчас сделаем мы ищем сейчас в первую очередь нужно же найти пропитание жилье одеться работать то все у нас нолики 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 отставать нельзя заданные все планочки все у нас работает каждый сам пишет на себя досье старательно каждый день все выписывают а потом царствие небесное она приложится вот это самый такой страшный перевертыш который с нами со всеми случился мы не того ищем не то поставили на первое место и поэтому в итоге мы грозимся ну как это мы рискуем мы рискуем потерять все какие чудеса вашей жизни происходили да какие события можно назвать чудом а зачем вспоминать какие-то события вот посмотрите на себя вот разве это не чудо вы когда-нибудь задумывались вот как оно вот у меня вот сердце тут стучит печень рома начинаем в этом задумываться когда уже все откажет напрочь и мы что-то ой а вот так если даже хотя бы попытаться представить себе весь этот зарождение ребенка я не ну даже рождение песни это уже какая-то баба банальность хотя это приблизительно то же самое даже когда на концерт идешь такое ощущение как будто у тебя формируется в животе какой-то сгусток он он твердеет твердеет ты не можешь не есть не пить такое ты ни с кем не можешь разговаривать ты наполняешься чем-то изнутри тебя наполняет у тебя не остается места ни для слов не для еды не для ничего и только когда ты выходишь на сцену это начинает из тебя вытекать это как уже подобно родом и у тебя появляется как момент родов вот этот гол глаз и проходит и облегчение и все это изливается это огромный шанс для всех концерт вообще это обладает огромным потенциалом то есть в этот момент можно реально родить бога понимаете потому что бог есть любовь и это инструмент через которое происходит вот это богорождение которое объединяет всех людей у людей все если раскрывается группа до которая на сцене со всеми это все раскрывается всех раскрывает проход про сердца все вот так наружу как-то они вылетают и как вот у меня такой мой любимый образ это как ртутный шарик все скатываются это получается такое одно большое сердце и мы все лицезреем рождение бога мать это и пасха и рождество и все в одном это все может произойти за один действительно качественный концерт не качественный в плане хороший звук отличные инструменты а качественный в плане духа чистоты намерения чистоты сердец каждого излучающего волну каких-то до своих то есть каждый человек как инструмент не так важен сам инструмент как сердце человеческое гитара это только способ эту извлечь вибрацию а ты помнишь подобные ощущения свои когда ты была на концерте в качестве зрителя и была частью вот этого зарождения любви они что это был за концерт чей на первом месте у меня стоит группа аукцион я даже вот видите я тут любимой горкуша на углу люблю маша со своими девочками вы разговариваете о вере часто ли у вас возникают такие темы в семье религиозного толка да но я боюсь говорить я настолько неопытная и косноязычная и честно говоря не образованная вот моя мама когда она начинает что-то рассказывать даже когда я допустим вышла с утра и мне вообще не до разговоров мне надо проснуться я так так стоп маш а мама маша ты посмотри вот карт авраам шоу моисей вот вел 40 лет а можно было вообще вот так оттуда так это в господи а потом как прислушалась думаю боже мой на мне такие вещи и потом начинаю вспоминать это надо обязательно слушать все надо впитывать она выходит она мне все отдает я настолько благодарна за то что у меня такая мамочка это что мне такой папочка я вот смотрю на своих родителей моя тетя одна вторая сестра братья моя насколько семья это как будто мы в вечность вместе как будто это люди которые всегда были с тобой всегда помогают это такая любовь которая может закончиться это вечные какие-то вещи это течет оно не заканчивается но только начинаешь это чувствовать но невозможно вот слава богу что нам не дано постоянно ощущать вот эту полноту любви потому что мы бы просто сидели и рыдали мы бы были просто вот знаете вот сосудом для проливки вот невозможно как только ты это все начинаешь чувствовать на полную катушку ты кроме слез ничего делать нему ты просто сидишь и плачешь захлеб потом просто текут слава богу что нас как-то так есть какой-то нам засунули такой предохранитель ребят вам еще работать надо маш в чем сегодня ты ощущаешь свое служение богу вообще в идеале его надо ощущать во всем вот просто если бы мы были не такими легкомысленными и малодушными маловерами мы бы никогда не забывали что господь присутствует в каждый момент я его называю наш наш самый главный ниндзя тот который дольше всех может оставаться невидимым и вот эти вспышки памяти о том что он всегда был рядом как только ты начинаешь осознавать опять вот это вот все это как будто твой настоящий отец понимаешь не разделяй вот ты же знаешь своего папу вот представь что это и есть бог понимаешь он он всегда рядом это вот все чтобы не происходило обо всем он заботится он заботится чтобы тебя была еда покушать денежку знаешь вот даже вот мы переживаем из-за каких-то там монет да например мы должны обязательно помнить что твои деньги от тебя никуда не уйдут вот сколько тебе положено ты обязательно получишь не отсюда так отсюда не отсюда так отсюда ты обязательно их получишь поэтому если мы будем помнить об этом присутствии с благодарностью потому что по-другому невозможно потому что это забота постоянно она собой буду бог где-то далеко а вот посмотрите вокруг с какой заботой с какой любовью все сделано как все происходит как все успевается как столик чашечки чаек красота какая сидит интервью понимаешь берет и это все забота нашего отца а он у нас один между прочим как вчера ромка рома русаненко благодаря которому я тут оказалась он презентовал свою пластинку иди беги лети и он всегда людям что-то рассказывает он пропагандирует трезвый образ жизни помогает людям которые зависимые моего друга детства он реально спас просто от смерти и он рассказывал вчера что грит ребята рай это не где-то там где-то далеко когда-то и вообще будет ли рай это здесь если ты вспомнил что ты дома у себя находишься и папа твой заботится о тебе вспомнил что твои близкие люди это его дети это твои родные братья и сестры и если ты так начнешь относиться к этому миру то ты тут же оказываешься в раю потому что радость отца когда он ощущает наше понимание благодарность нашу что мы поняли папа класс мы дома он сразу так радость радоваться начинает что наша жизнь еще прекраснее сразу становится я думаю что и в данный момент нас также смотрят такие люди которые верят в бога не верят в институт церкви этот внутренний вопрос все равно есть как конкретно я могу послужить богу что конкретно я могу сделать именно ты нет этого каждого человека хотя у меня тоже возникает конечно такой вопрос периодически на что в первую очередь сделать первую очередь постараться жить по заповедям понимаете себя ты не обманешь мы-то на самом деле знаем что такое хорошо что такое плохо постараться как минимум относиться к другому человеку так как хотел бы чтобы отнеслись к тебе ну это наверное самое такое простое и правильное мерило до своих поступков вот бывают конечно там уже более глубокие вопросы вот начинать надо с простого как моя мама любит говорить бог прост несложен и вот в этой простоте в принципе можно найти ответы на все вопросы у меня еще есть тоже такое простое мерило а вот папочки мамочки бы мои тети бы мои братьям бы моим понравилось если я вот так вот поступлю потому что у меня сейчас уже у самой есть дочки и мне вот действительно какие-то вещи меня короб коробят да вот если мои дети будут делать а ведь я так делала господи как мои родители это все терпеливо переживали это вообще вот ты но это сразу да и мы на своих детях можем сразу понять что такое хорошо что такое плохо могу я у тебя спросить когда ты первый раз жизни покаялась ты знаешь я не помню именно не конкретных дат и даже не помню точно сколько было мне лет наверное лет около по моему мне было пять а братьям четыре года наверное у нас с мамой было по дороге домой огромное дерево с большим большим дуплом это мама придумала или придумала мама и мы когда шли домой мы по очереди каждый засовывали туда голову и каждый рассказывал этому дуплу за что ему стыдно этот прожитый день а сама прощаешь ты легко нас мама научила самого детства что если человек просит прощения ты обязанного простить не то что обед ты должен ты должен порадоваться за него это слава богу брат конечно обнять его сказать как как я рад спасибо тебе это счастье потому что но как мы же мы же говорили об этом уже братьям уже мы или кто мы если мы будем радоваться падению друг друга не прощать нет то значит уже сразу искажена картинка мира и мы все мы уже находимся на пути к своему падению то есть мы уже пошли туда куда-то в гору с которой мы обязательно упадем для тебя самое безопасное место на земле это где здесь так же как и самое опасное а на что тебе никогда не хватает времени никогда не хватает времени господи это ужасно на самых близких людей потому что тебе все время кажется на них ты всегда время найдется потом ты понимаешь что самым близким самым любимым людям ты уделяешь меньше всего времени за что больше всего в жизни ты благодарна богу за то что мы с ним однажды обязательно встретимся я его наконец-таки увижу вот за это я ему буду благодарна целую вечность ну точнее и была и буду есть и этим живем маша спасибо тебе большое спасибо за это интервью и слава богу что оно случилось что ты к нам пришла больше ничего не скажу и желать ничего не буду потому что мне кажется все на лицо и все есть красиво спасибо а а а и и и и и и Продолжение следует...